Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование Свиткой Сфири. Перед нами вторая глава. После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. Из противопоставления гнева и принятых в его полурешений можно сделать вывод о том, что царь некоторым образом раскаялся в своей поспешности. Но, как мы помним из предыдущей главы, в государстве провозглашается главенство закона. Да и без него хранение собственного слова принципиально для властителя. От фараона и Артаксеркса до Ирода Антипы, соблюдавшего в охмелю данное прометчивое слово и лишившего жизни Иоанна Предтечу. Поэтому и для Артаксеркса пути назад нет. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая царского евнуха стража жен, и пусть бы выдавали им притирания и прочее, что нужно. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицую вместо остинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Отроки здесь, скорее всего, использованы в значении «слуги», и оно регулярно для библейских книг. Хотя, например, один из иудейских толкователей воспринимает это в прямом смысле, говоря о том, что поскольку в вопросе выбора красивой женщины разумно положиться именно на юношей, поэтому логичное решение и логичное предложение для царя. Царь не первый раз опирается в своих решениях на чей-то совет. В прошлой главе это были главные его советники, аристократы Персии и Мидии, а здесь же некие даже непоименованные слуги, о статусе которых ничего не говорится. И впоследствии Артак Серкс будет сильно зависеть от чужого совета и мнения. Тот, кто провозглашал безусловное главенство мужчины в собственном доме. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мордахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иихонию, царем иудейским, которых переселил Новоходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мордахей взял ее к себе вместо дочери. Достаточно позднюю ситуацию диаспоры подчеркивает тот факт, что перед нами представители народа Израиля, названный иудеем, хотя принадлежит он к колену Вениамина и носящий местное вавилонское имя, равно как и его двоюродная сестра. Формально назвать израилетянина иудеем можно при условии его происхождения от колена Иуды. И такое смешение в именовании внутри древнего Израиля, четко осмыслявшего себя как ассоциацию самостоятельных племен, колен, было бы решительно невозможно. Здесь же перед нами внешнее восприятие сына колена Вениаминова, который именуется иудеем по-крупнейшему из колен, ну как, например, сейчас русским для иностранца является любой из России происходящий, невзирая на его настоящую национальность. Имена Мардахея и Эсфири теофорны, то есть содержат упоминание имен вавилонских божеств – Мардука и Иштар. Это указывает на глубокое включение иудейских переселенцев в местный культурный контекст. Похожие примеры мы видим в новозаветную эпоху, в двойных именах, ну, например, Евангелиста Марка, он же Иоанн, или Павла, Савла, Шауля, и многих других иудеев, упоминаемых в иных документах этого периода. Первое, еврейское имя Мардахея, нам даже неизвестно, в то время как настоящее имя Эсфири – Гадаса. Указание на происхождение содержит некоторую неоднозначность. Кто был переселен и из Иерусалима – Киш или его потомок Мардахей? Если считать, что царь книги – это Ксеркс, то Мардахею, если он вышел из Иерусалима при Новоходоносоре, должно быть более ста лет, да и Эсфирь была бы совсем не юной цветущей девушкой. Что маловероятно. И речь здесь идет, скорее всего, все-таки о Киша. Автор отмечает, что предки Мардахея были переселены с царем Иехонией, а не с Седыкией. В первое переселение в Вавилон были уведены именно израильские аристократы, воины, ремесленники, как говорит об этом Священное Писание, «и выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, десять тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов никого не осталось, кроме бедного народа земли». Читаем в четвертой книге царства. Из этого можно сделать вывод, что семейство Мардахея принадлежало к одной из перечисленных групп. И то, как он легко и уверенно ориентируется в дворцовых интригах, указывает именно на аристократическое его происхождение. Интересен и комментарий о том, почему на сироту возлагает Бог миссию по спасению иудеев в Вавилонской диаспоре. «Это утешение народу Израиля», — говорит иудейский толкователь, — «который постоянно оплакивал разрушенный храм и называл себя сиротой без отца. Поэтому Бог даровал им награду, послав им избавление через сироту Эсфирь, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. «И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней семь девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома». Красота Эсфири столь ослепительна, что ее выделяет главный царский евнух. Дев, видимо, собирали в некоем отдельном здании вне дворца, где проходил отбор, а потом тех, кого избрал Гегай, помещали непосредственно во дворец, в часть, предназначавшуюся для гарема. Туда попадает Эсфирь, и ее начинают с поспешностью готовить к встрече с царем, продвинув ее в очереди претенденток. Нужно заметить, что этим Гегай ставил себя в достаточно щекотливое положение. «А что, если царицей станет не Эсфирь? Вдруг царь предпочтет другую? Тогда новая царица припомнит евнуху, что тот предпочел ей Эсфирь, выделив ту перед всеми». Но царетворец не сомневается. «Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордахей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мордахей приходил к двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфири и о том, что делается с нею». Мотивы Мордахея, запретившего сообщать воспитаннице о своей национальности, не вполне ясны. Никаких систематических гонений на иудеев на территории державы Ахименидов просто не было. Но, возможно, он переживал, чтобы в истории Эсфири не повторилась ситуация пророка Даниила, политические конкуренты которого воспользовались его верой для того, чтобы подстроить его попадание в ров с львами, дабы освободить себе место одного из важнейших чиновников империи. Красота Годосы вполне могла настроить против нее большую часть гарема, и знание о иудейской принципиальности в вопросах веры и готовность пойти за них на смерть дало бы завидующим женщинам серьезный козырь в борьбе с ней за царское благоволение. О переживании Мордахея за судьбу родственницы красноречиво говорит авторская ремарка о его ежедневных приходах к двору гарема и расспросах о ее судьбе. По последующим упоминаниям в книге о том, что Мордахей сидел у ворот царских, можно сделать вывод о том, что он был царедворцем, и на этой версии, замечу, настаивает и Септуагинта в пространном введении к первой главе, описывающая возможные обстоятельства его возвышения при дворе. В противном случае сложно предположить, что, будучи человеком с улицы, он мог бы спокойно перемещаться по территории дворца и получать интересующую его информацию. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение двенадцати месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими, тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский, под надзор Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. В этом конкурсе красоты не было дороги назад. Претендентки на руку и сердце Артаксеркса, разделив с ним ложи, в любом случае оставались теперь в его гареме. И хотя был шанс, что когда-либо царь еще вспомнит о них, но совсем небольшой, учитывая размеры гаремов древних правителей. В подтверждении этому мы видим, что женский коллектив столь велик, что даже начальников евнухов как минимум двое, это занимающийся рекрутированием в гарем Гигай, страж-жен, и Шаасгаз, управляющий уже утвердившимся составом гарема. Когда настало время Эсфире, дочери Аминадава, дяди Мордахея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж-жен, и приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. Иудейские толкователи считают, что речь здесь идет о испрашивании девицей подарка для себя, что является как бы воздаянием за девство и знаком добровольности, то есть девица сама принимает дар, понимая, за что его вручают. С их точки зрения Эсфирь оказалась во дворце недобровольна, поэтому и не стала принимать даров. Хотя по тексту мы видим, что она воспользовалась советом опытного в этих вопросах Гигая. Во всем описании событий, вводных к основной части, очень ярко вырисовывается параллель Годосы с другим ветхозаветным героем, Иосифом. Оба прекрасны, оба мудры, и оба ввиду неких внешних для них обстоятельств оказываются в благоволении у власть придержащих и восходят на самые высоты. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя», — говорит фараон об Иосифе. И здесь мы читаем, «полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову ее, и сделала ее царицу на место остень», — говорит Писание о Эсфире. Но если в этой книге одно из действующих лиц сокрыто, то в бытии о нем говорится явно. Это не обстоятельство, а живой Бог. «Это не мое», — скажет Иосиф, — «Бог даст ответ во благо фараону». Он действует в истории и помогает своему народу, исправляя пути под стопами как Иосифа, так и Эсфири. «И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебефя, в седьмой год его царствования, и полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову ее, и сделал ее царицу на место остень, и сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью». Столь прекрасно оказалась воспитанница Мордахея, что на ней царь остановил выбор, не встречаясь с еще оставшимися претендентками. Он предпочел ее всем подопечным как Гегая, так и Шаазгаза, и девицам, и женам-наложницам, при том, что царь, заметим, был весьма привередлив. Выбор невесты шел четыре года, так как в третий год царствования произошел инцидент с Остенью, а в брак с Эсфирью он вступает на седьмой год, в месяц, который приходился примерно на декабрь-январь. Пир в честь этого события в самой своей сути отличается от первого торжества, описанного в книге. Первый был пиром при возношении гордости, царь желал удивлять своим богатством. Здесь же это праздник мира и милости, он отсылает дары, уменьшает налоги, благодетельствует другим. Что здесь как неблаготворное влияние новой супруги. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордахей сидел у ворот царских, второй сбор девиц, нужно заметить, да, это, возможно, был распуск по домам тех из них, кто не попал на встречу с царем, либо же наоборот, после торжества по вступлению в новый брак, гарем, в общем-то, продолжил пополняться обычным образом. Ну и заметим, что подобного рода практика, существование гарема при одной или нескольких официальных женах, дети которых только и становились наследниками престола, мы видим не только у языческих правителей, но, в общем-то, и у находящихся в этой же культурной парадигме царей Израиля, как, ну, например, у Давида или Соломона. Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мордахей. А слово Мордахея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Несмотря на исключительное возвышение, Эсфирь продолжает являть свое послушание воспитателю, бывшему ей вместо отца. В это время, как Мордахей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мордахей сообщил царице Эсфире, а Эсфирь сказала царю от имени Мордахея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мордахея в книгу дневных записей у царя. Это еще одна история, указывающая на то, что Бог действует в мире преимущественно не через громы и молнии, но чаще в веянии тихого ветра. И здесь также видна параллель с Иосифом Прекрасным. Он, совершив благодеяние Виночерпию фараона, надеется на помощь от него, но приходит она по особому благоволению Божию. Виночерпий вышел из темницы и забыл об Иосифе, и лишь сон, посланный от Бога фараону, и поиск толкователя напомнили вельможа-бузники-евреи. Здесь же Мордахей спасает царя от заговора его ближайших сановников, стражей порога, то есть порога царских покоев, мы бы сказали постельничных. И воздаяние он получит также через прямое действие Божие, хотя о происшествии даже записали, не надеясь на чью-либо память.